Пища 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 Первое знакомство с пищей происходит в ротовой полости. Здесь она опробуется, измельчается, перетирается и смачивается слюной. Это уникальная кинорентгеносъемка. Движение челюстей во время еды. На их долю выпадает самая грубая механическая работа. В ней участвуют все 32 зуба. Первые молочные зубы появляются у ребенка примерно с 6 месяцев. К 10-12 годам они заменяются постоянными. У каждого зуба своя роль. Резцами и клыками человек откусывает пищу. Коренными зубами пища дробится и пережевывается. Говорят, крепкие зубы. Зубы действительно способны на очень большое усилие. Но вряд ли стоит колоть ими орехи. Зубы нужно беречь, другие не вырастут. А с искусственными одна радость. Можно не лечить их. И все-таки первым с пищей встречается язык. Именно он узнает, какая она. Вкусная, горячая, твердая. Секрет этой чувствительности в большом количестве разных рецепторов, подающих сигналы от языка в головной мозг. Тактильные сосочки языка сообщают о степени твердости и измельчения пищи. Другие сосочки, вернее их вкусовые почки, реагируют на сладкое, соленое, кислое. Опыты показывают, что они распределены на языке по-разному. Кончик языка чувствителен к сладкому, корень к горькому, а боковые поверхности к кислому и соленому. Вот молекула сахара попадает в пору вкусовой почки, к рецептору чувствительному к сладкому. Вкусовая рецепторная клетка генерирует нервные импульсы, и они по нервным волокнам передаются в головной мозг, в центр вкуса. Таким же образом различаются соленые, кислые и горькие компоненты пищи. Нервные импульсы возбуждают центр вкуса, стимулируя выделение слюны, желудочного и кишечного соков. Из ротовой полости пищевой комок проходит через глотку в пищевод. Рентгеновская съемка показывает, как он движется по этой узкой вертикальной трубе. Стенки пищевода волнообразно сокращаются, проталкивая пищу. И через несколько секунд она попадает в самую широкую часть пищеварительного тракта, в желудок. Проглоченная пища скапливается в верхнем отделе желудка, перемешивается и укладывается слоями. В толще и слизистой оболочке желудка находится по меньшей мере несколько миллионов маленьких желез. Эти железы выделяют в полость желудка смесь ферментов, слизи и соляной кислоты, желудочный сок. Несложный опыт показывает, как желудочный сок переваривает белки. За 8 часов от лягушачьей лапки, помещенной в сок, остаются почти одни кости. Важные условия нормального пищеварения – это умеренность в еде. Сигналы насыщения, свидетельствующие о заполнении желудка пищей, поступают в головной мозг в течение примерно 20 минут. Поэтому люди, которые едят очень быстро, подвергаются опасности переедания. Мало пользы желудку и от чрезмерно горячей и острой пищи. В желудке пища задерживается 6-8 часов. Отсюда пищевая кашица маленькими порциями переходит в следующий отдел пищеварительного тракта – тонкий кишечник. Его начало – 12-перстная кишка. Здесь, под действием сока поджелудочной железы, собственных ферментов и желчи из печени, расщепляются белки, жары и углеводы. Стенки тонкого кишечника покрыты огромным количеством ворсинок. В каждой ворсинке есть кровеносные и лимфатические капеляны. В них-то и всасываются растворенные в воде конечные продукты расщепления – аминокислоты, глицерин, глюкоза. Следующий участок пищеварительного тракта – толстый кишечник. Непереварившиеся остатки пищи проходят по нему в течение 12 часов. За это время в кровь всасывается большая часть воды. Это последний участок пищеварительного пути. Да, вкусная пища – действительно радость жизни. Но, как всякая радость, она не должна быть чрезмерной. Умеренность – одно из основных правил гигиены питания. А избыточный вес – это лишняя нагрузка на сердце, на желудок, на железы внутренней секреции. Это нарушение обмена веществ. Это насмешки окружающих, особенно чувствительные в юности. Не менее вредна и другая крайность – истощение, пренебрежение к еде. Правда, иногда отсутствие аппетита – результат стрессовой ситуации. Экзаменов, например. Ситуация меняется, и аппетит берет свое. Нет, природа старалась не зря. И не даром у всего съедобного, чем богата земля, такой привлекательный вид. Конечно, мы живем не для того, чтобы есть. Но и есть, чтобы жить, очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова